Мусор завоевывает новые территории. Эта контейнерная площадка и гора строительного мусора для жильцов дома на улице Белоконской превратились в настоящую головную боль. Неприглядный вид из окна и загрязнение территории может дополнить едкий запах, и антисанитария опасается Елена Шмелева. Вместе с своими двумя детьми она вынуждена уже долгое время наблюдать за стройкой соседнего дома. Если контейнерная площадка появилась всего несколько дней назад, то гора строительного мусора здесь растет с лета. Все это прямо под окнами жилого дома. Мы тоже имеем право на благоприятную окружающую среду, и мы тоже люди, по всей видимости застройщики, когда разрабатывали проект благоустройства территории, учли только то, что жильцы будут радоваться своей близлежащей территории, а нас просто, видимо, не заметили. Эта мусорная точка относится к соседнему дому, рассказывает Елена. По ее словам, диалог с застройщиком у жильцов дома не получается. Нашей съемочной группе удалось встретить главного инженера компании. По его словам, наличие этой площадки соответствует всем нормам. Но собирается ли фирма-застройщик учесть интересы жителей соседнего дома? От ответа на этот вопрос представитель компании ушел как в переносном смысле, так и в прямом. Подскажите, пожалуйста, то есть вы... Не надо в микрофон. А пока продолжается стройка, мусора становится все больше, рассказывают жильцы. Их главное опасение, что летом территория у дома превратится в мусорный полигон. И вонь, и грязь, и мусор здесь уже. Они не идут на какие-то контакты. Нам захламили все деревья. Еще и кругом его разбросали. Конечно, мы против этой помойки. Я не хочу, чтобы тут была мусорка. Вот и, пожалуйста, пониже сюда поставить, чтобы ее не видно было. Но зачем из окон будут люди смотреть на этот мусор? А тут же, знаете, какой завал будет? С просьбой помочь решить наболевший вопрос, некоторые из жильцов дома написали обращение в надзорные органы. По словам представителя Роспотребнадзора по Владимирской области, на данный момент ведется проверка по поступившим обращениям. Начались проверочные мероприятия. В ближайшее время сотрудники отдела санитарного надзора свяжутся с заявителем для того, чтобы выйти на место. И в течение 30 дней заявителю будет дан письменный ответ с результатами проверочных мероприятий. О результатах этой проверки мы, конечно, расскажем уже в новом году. А пока жители пытаются достучаться до застройщика и отправляют свои жалобы, территория у их дома постепенно превращается в свалку. Алексей Домнин, Егор Хребко, 6 канал.